Меня зовут Альберто Дуран, я из города Корпус Кристи в штате Техас, в южном Техасе. Я здесь для того, чтобы получить информацию о том, как можно строить дома из натуральных материалов, и чтобы распространять эту информацию по южной Техасе. Сначала мне было смешно строить дома из глины, но в конце концов я понял, что это позволяет людям делать дома, которые они могут сами строить и которые будут стоять очень многие лет. Другая группа трудится над созданием погреба из мешков с землей. Руководит процессом актриса Голливуда Кики Хантер. Это первый раз, когда мы строили такую структуру, то есть погреб из мешков с землей. Мы хотели показать, как это будет купола, и мы хотели показать людей, как строится. Да, и это тоже нам интересно и приятно строить таких дома. С 1992 года я уже строил таких дома. Ну, я хотела, вот, знаете, ну, способ строить дома, которые были дешевые и которые было приятно строить. Ну, я хотела воспользоваться как можно минимумом производительных материалов, то есть, чтобы больше было натуральных материалов. Третья группа обсуждает насущные проблемы за шведским вегетарианским столом. Ну, примерно 15 лет назад я начала учиться по поводу экологического строительства. Я жил тогда в Нью-Мексико, когда, это как раз, где большинство работы на строительство самоломных домов, вот, случился. То есть, где я изучала в основном здесь. Я познакомилась с людьми, которые первыми этим занимались, и, вот, мне было очень интересно, и я хотел поддерживать то, что они делают. Быстро я узнал, вот, какие хорошие люди работают над соломными домами. Это интересный, ну, просто очень хороший круг людей, и я хотел еще с ними побывать, работать. А все вместе осуществляют грандиозный проект. Ваяют настоящую печь в виде птицы Феникс из соломенных блоков. Конечно. Инициатор строительства и автор проекта Линда Смайли. Феникс, который поднимается из пепля, и поэтому мы решили делать печку в такой форме. Можно, чтобы показать, что можно создать очень красивую вещь из просто пепли. И это как символ, как вместе все люди могут создать что-нибудь красивое из того, с чем мы должны начинать. Символ того, что мы можем делать вместе. Линду Смайли и ее мужа Янта Эванса по праву можно назвать основателями и теоретиками соломенного домостроительства в Америке. Свои знания в этой области они обобщили в недавно выпущенной книге «Дом, сделанный руками». Очень много книг о пассивном солнечном дизайне, очень толстые книги. Они вам не нужны. Согласна? I agree. Вам нужно знать шесть важных вещей. Сначала строите дом на наклонениях, которые смотрят на юг или на восток. Второе. Убедитесь в том, что небо вам видно. Чтобы здание было длиннее восток-запад, чем север-юг. Большинство окон на юг должны смотреть. Смотреть? Смотреть? That's four? I think so. Five is make the house heavy. Пять. Чтобы дом был тяжелый. Тяжелый. She doesn't understand. That one's a little too simple for her. Масло, чтобы там было массивно, да. So, put inside your house rock, or brick, or cob. То есть в доме должно быть саман, или cob, то есть cob, или кирпичи, или камни, или почва. Anything heavy. То есть что-нибудь тяжелое просто, массивное. Внутри дома важно. Шестое, последнее. Изолировать, теплоизолировать все. Буквально все. Это все, что вам надо знать. Раз в год вместе собираются люди, которые хотят сами строить дома из естественных материалов. Они считают, что это дешево, и это позволяет сохранить природу. А как это сделать, они узнают здесь, в Кингстоне, в штате Нью-Мексико. Это древняя земля, где когда-то жили индейцы племени Апачи. Мало сказать, что они жили в абсолютной гармонии с природой. Они были просто вписаны в местный ландшафт. Ведь даже свои жилища они высекали в горе. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Похоже, современные люди постепенно возвращаются к истокам, но уже на другом уровне, обогащенные новыми знаниями.